Кто вы? Ай, дурачок какой-то, там что-то, позомнил себе, там, какой-то живой, мы все живые. Покажи ему. И теперь внимательно слушайте меня. Я говорю, это ваш паспорт, вы его делали, вы там все накалякали, говорю, ваши печательные машинки там все понаделались, системные. Я говорю, ко мне это как относится? Я просто его носитель говорю. Как живого мужчину могут переписать как к персоне, что-то. Смотря как ты будешь разговаривать. Я написал, короче, под принуждением. Вот мы по форме P1 определили, что это вы там. Паспорт ты же как, он получал, он получал, значит, не ты и есть фиос. Что булку хлеба получил живой мужчина. Так ты что, булка хлеба, что ли? Если бы там в 18-м пункте ничего не написали. Скандал такой там, все прибежали. Под принуждением, и в паспорте тоже под принуждением, где подпись. А ты, живой мужчина, можешь бы находиться на бумаге? Ты осознай это, что это невозможно. Нет, все равно, физ лицо я говорю. Ну а почему не физ нога, не физ рука, говорю, а именно физ лицо я говорю. Физ рука, значит. Ну тогда и пишите, физическая рука. Вот знаешь, с тобой тяжело разговаривать. Вот у тебя такая сильная аура, что даже через телефон сейчас у меня аж потрясывают. Вот не знаю, как, таким не страхом, а мандраж такой, знаешь, вот по телу идет. Но хорошо, что у нас есть такие сильные, что аж приятно-приятно. В том-то и дело, что я в основном-то молчу. Что, неужели настолько мощное молчание у меня? У тебя нет осознания, кто ты по отношению к персоне. Предъяви свой паспорт, я говорю. Я еще не нарисовал его, говорю, свой паспорт. Говорю, нет, нет никакого паспорта своего. Так это же ты на фото. Ты скажешь, как я могу быть на фото? Вызвал наряд, 20 человек приехало. Можно не подписываться? Нет, нельзя. Давай, под принуждением. А теперь я все осознал. Я управляющий этой персоной. Я решаю, что с ней будет, а что с ней не будет. Чтобы люди раз сождествились и поняли, кто они на самом деле.